В тесноте и духоте именно так сегодня вынуждены делать сверку платежей клиенты Ангарского водоканала. Офисы организации уже вторую неделю забиты людьми, которые в преддверии Нового года получили квитанции с многотысячными долгами за потребление холодной воды. Если рабочее население пытается успеть забежать сюда в обеденный перерыв, то пенсионеры стоят с самого утра, по нескольку раз теряя свою очередь. Она ушла домой, говорит, по документам схожу и приду. Успею, если не пришла, а я потеряла очередь. Сейчас устаю здесь. Только взять справку, мне нужна справка, что я не должна. И все. И вот стою. Кто меня пустит? Никто не пустит. Как пояснил директор предприятия Александр Алексеев, большие очереди в офисах оплат появились около двух лет назад. Все дело в том, что прежняя администрация в 2013-м разместила часть работников водоканала в многофункциональном центре. Они пользовались своей программой, а в водоканале действовала вторая. Отсюда и неразбериха. Сейчас базу приводят в порядок, поэтому торопиться с оплатой мнимых долгов не стоит. Если человек знает, что он ежемесячно оплачивает и никакого долга за ним нет, не надо бежать отстаивать многокилометровые эти очереди. Надо спокойно подождать. Сейчас идут те, которые платят настоящие долги, которые хотят зайти в Новый год без долгов. Потому что водоканал же тоже не дремлет. И суды работают, исправные присты выходят. Тут никуда не денешься, как говорится. Это жизнь. С Нового года с такой проблемой, как очереди на сверк в водоканале, ангарчане столкнуться не должны. Программу обещают исправить. А еще проблемная ситуация подтолкнула муниципальное предприятие к открытию нового офиса в 206-м квартале. Наталья Зарубина, Антон Бархатов. Местное время.